В селе Булгуняхта Хангаласского района по инициативе местной общественности запретили продажу алкоголя. Таким образом, поселок стал 88-м в списке принявших решение об отказе от спиртного. Репортаж Юрия Осипова. Опорные пункты ЗОЖ стали появляться почти два года назад. Тогда были утверждены дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя. С тех пор районные власти могут свободно объявлять на своей территории сухой закон. На сегодняшний день от продажи алкоголя официально отказались 87 населенных пунктов Якутии. Вступить в их ряды готовится село Булгуняхтах. Население Булгуняхтаха около 1700 человек. Из них молодежи около 500. На все это количество работает около трех официальных магазинов, в каждом из которых продают алкоголь. Алкоголь влияет на все. На уровень наследия, на демографический показатель. И мы решили провести большую работу. Запрет на продажу спиртного распространяется только на магазины с лицензией. Но ни для кого не секрет, что кроме магазинов существуют так называемые точки – нелегальные пункты продажи алкоголя. По борьбе с последними есть свои механизмы работы. По ограничению нелегальной продажи идет со стороны МВД. Но пока есть расширенная сеть легальной продажи, трудно бороться с нелегальной, потому что никто не узнает. А как только легальная ограничивается или закрывается, то сразу видно становится, где реализуют нелегальную продажу. Тем не менее, путь решения проблемы – это не только запреты. Прежде всего, должна проводиться и разъяснительная работа с населением. На сегодня отказ от алкоголя в Буганяхтахском наследии – это заслуга общественной инициативы. Далее по этому проекту будет принят закон. И самое главное, что население поддерживает это дело. Если будет полный запрет, то это будет очень хорошо для будущего поколения. Мы очень рады, что не будем продавать, не будет продаваться. Я думаю, что запрет алкоголя очень хорошо повлияет на развитие. Прежде всего за тем, что будет ограничение, так сказать, алкоголизации. Борьба за здоровый образ жизни уже дает положительные плоды. Жители села – все как один, теперь за духовное обогащение. Силами общественности в наследии строится дом Арчи. И это первые уверенные шаги к достижению цели по улучшению условий жизни. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НЛК Саха, Якутск.